Другая ситуация, к счастью, на одном из заводов Акмолинской области. Там выпускают универсальные жадки отечественного производства полного цикла. А еще больше 10 комбайнов в день. При этом предприятия увеличивают долю казахстанского содержания. Как они намерены это делать, расскажут мои коллеги. Производственная площадка предприятия имеет сварочные участки, заготовительное производство, участок сборки адаптеров и комбайнов, а также конвейерную линию по сборке тракторов. Один этап выпуска техники на производственном участке составляет полтора-два часа. Мощности предприятия хватает, чтобы ежедневно выпускать до 12 комбайнов. На сборочном участке производства кабины выполняются операции под сборкой силовой установки, выполняется под сборкой и установкой наклонной камеры, выполняется монтаж измельчителя-разбрасывателя в зависимости от комплектации комбайна. На предприятии трудится около 160 человек. Каждый из них знает свою работу от и до. Сатыбай Акмуров пришел на завод год назад. Теперь он, как и десятки его коллег по цеху, часть огромного и сложного производственного процесса. «У нас работают со всех ближайших поселков и сел. Приезжают на работу с Красного Яра, Зеренды, Еленовки. Здесь у каждого работника на площадке свои обязанности. Все знают свой участок работы. Работаем во взаимосвязи как единый организм. Ведь от действия одного работника зависит общее производство и качество конечной продукции». С прошлого года завод работает в непростых условиях пандемии. Больше половины работников переболели коронавирусом еще прошлым летом. Поэтому сегодня, чтобы минимизировать урон для предприятия, здесь вакцинировано 90% всех сотрудников. Бесперебойные с прицелом на перспективы роста одно из крупнейших предприятий региона по сборке и выпуску сельхозтехники наращивают и объемы казахстанского содержания. Сейчас доля отечественной локализации при сборке комбайнов доходит до 44%. Это хороший результат, говорят заводчане. Но не итоговый и здесь намерены увеличивать показатели. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко. Итоги дня. Кокшетау.